Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться, о Господи, да, что такое, ибо Бог наш, Любовь, Иисус Христос, всегда посреди нас, оттого нам надо только всегда радоваться и веселиться, и возрастать по внутреннему человеку в совершенный возраст нашего Бога, который Он нам оставил в Своем Евангелии, и Свою жизнь еще и сопровождал словами своим учением, так что я, ну что такое, призываю вас всех следовать за живым Богом, который 2000 лет тому назад воплотился для нас и показал нам путь, путь в Царство Бога и Отца. Да, я хотел сегодня такую тему затронуть, вот в интернете же есть разные инструменты, которые помахают что-то там найти побыстрее, и вы, наверное, слышали, есть такая вещь, как хэштеги. Хэштеги – это одно, там два, три слова написанные, слитные, впереди у них такая вот решеточка, да. И вот я хотел бы вам предложить, ну сам я, в принципе, это и делаю, и, ну, у меня всегда в голове таких два основных хэштега – это «Свобода во Христе» и «Христианство вне конфессии». Я к своим роликам, в принципе, их и добавляю, там в оптимизации есть. И хотел бы всем предложить, кто что-то постит, допустим, да, знаете, тоже такое слово в социальных сетях, какие-то картинки, какие-то ролики, какие-то там музыку, что-то еще. Вот кто живет в свободе во Христе, живет вне всего этого оккультно-магительского, фетишно-законического бреда, который ничего общего с христианством вообще не имеет, потому что человек, ну, может быть, с первого раза не сразу все понятно, но человек хотя бы в жизни, который читает Евангелие, хоть раз в десять читал или в течение года изучает Новый Завет, Послание, Апостол, понимает, что все, что он видит в так называемых религиозных системах, ничего общего с учением о жизни Иисуса Христа не имеет зачастую. Вот. Если там что-то и говорят, то порой это противно или противоречит самим делам, или наоборот, дела противоречат самим словам, да, вот, потому что либо все это сшивают с законом, с Ветхим Заветом, с праведниками, с пророками, что ни в коем случае делать нельзя, потому что Господь этого не делал и этому не учил, да. И вот я хотел бы предложить всем, чтобы кто в интернете хоть как-то что-то распространяет, постит, делится, комментирует, вот даже ролик, который вы, допустим, делитесь роликом, почему бы не добавить к нему в комментарии или в описании, когда вы делаете сами этот репост, так назовем, добавлять хэштег. Для чего это делается? Человек, вводящий такой хэштег, если это будут делать все проповедники свободы во Христе, не обязательно, которые проповедуют, но хотя бы вот таким образом участвуют, то любому человеку в свое время, когда он захочет вбить такой хэштег, или хэштег, тэг, вот, или подобные слова, они будут в поисковой системе всегда у него появляться. И это будет здорово. Вот, допустим, сами проповедники, получается, есть такое слово, что же иностранное, как коллаборация, да, то есть человек вбил это и слово, и сразу у него вышли все, допустим, ролики, которые с этим хэштегом. И это очень здорово, да, потому что человек ищет что-то конкретное, это вот так называемые поисковые машины, они работают именно по этим словам. И вот я хочу призвать всех вот участвовать, участвовать в проповеди, в распространении истинного христианства, быть истинными последователями ученика Иисуса Христа, распространять его Евангелие и всячески способствовать этой проповеди, вот, потому что именно это Христос нас и заповедовал. Если помните, в Евангелии от Матфея особенно четко и понятно это написано, в последней главе, когда Господь перед своим вознесением, что он сказал и строго-настрого заповедовал своим апостолам, своим ученикам, идти по всему миру, даже до края земли, проповедовать и учить чему? Всему тому, чему научил Иисус Христос. Вот, поэтому это очень важно. Ну, естественно, Евангелие – это книга не только его учений, или наоборот, не только книга о его жизни, а это такая нераздельная книга о его жизни, о его учениях. А в посланиях апостольских мы можем увидеть образ и пример проповеди. Именно этим и занимались апостолы. Они всегда ставили грань ухода от Христа. И вот мы и своими словами должны учиться так делать. Ну и, в принципе, из посланий апостольских мы всегда как раз можем эту совершенную схему себе принять и пользоваться их словами, потому что они в идеале это делали очень удачно в Духе Святом. И именно так и проповедовали жизнь и учение Иисуса Христа. Вы помните, как Анна Богослов в своем втором послании говорил, что кто приходит к вам и не приносит учения Иисуса Христа, «С тем даже не сообщайся». Это очень важно всегда. Это и есть Евангелие. Это и есть заповедь Иисуса Христа. Это и есть то, чему мы должны сами следовать, сами подражать жизни Иисуса Христа и других, соответственно, светом своей жизни проповедовать, ну и подкреплять свою жизнь словами. Именно так и делал и поступал Иисус Христос, создавая нам себя в пример для подражания. Вот знаете, я хочу сейчас, вы на экране увидите несколько картинок. Да, помните, там есть, где две свинюшки сидят там и тычут на дно, которая в Духе Святом. Так, еретик, еретик, сами сидят в луже, в болоте греха своего и оккультных всяких магических, фетишных законов. Есть, помните, хороший недавно, я тоже мне там прислали, где там стоит, ну, неважно кто, девушка, женщина такая спрашивает, там, чего только на полке в церковной нету, да, и там, как бороться с грехом, как о благодати, как о том, о сём, закон Божий. Чего только не стоит, она говорит, о любви есть что-нибудь. Да, на нее такие глаза. Вот, какие там еще, тоже не помню, да. Внучок там бабушку спрашивает, типа, а кто такие книжники и фарисеи? Бабушка говорит, в церковь походишь, узнаешь, да. Вот. Вот такие посты, вы знаете, они тоже очень хорошо работают и действительно интересны. И веселят душу, хоть в них есть и... Ай, горькая правда, но вот именно она и работает. Поэтому вот такие посты, кто распространяет. Это тоже здорово. Я говорю, почему к ним действительно не прикреплять хэштеги, а они будут работать. Таким образом мы тоже будем способствовать проповеди христианства. Так что я вот всех призываю, кто хочет. Я, кстати, с удовольствием, у кого там есть тоже на эту тему какие-то картинки, присылайте всегда. Я очень рад этому. Какие-то ролики, может, коротенькие там, такие, их называют либо вирусными, либо, ну, в общем, которые легко, быстро смотрят, с которыми делятся. И, ну, я, кстати, всех тоже призываю, у кого есть какие-то мысли. Ну, у меня вот такие всегда на уме. Это два хэштега. Это вот «Свобода во Христе». Вы помните, как апостол Павел свой такой плачевно, мне кажется, от скорбного сердца пишущий. На самом деле они все одинаковые тоже. С этим законом Павел вечно боролся. Ну, в Галатах он заканчивает очень хорошо. И так, стойте в свободе, братья, который даровал вам Иисус Христос. И не подклоняйтесь, и не падайте снова до опять порабощения себя, игу, рабства, да, немощных, вещественных, начал мира, ну, всего материального. Ты человек, Бог все в этом мире создал бы для тебя, поэтому тебя создал последним и ввел в этот прекрасный мир. Ты всем управляешь, а не что-то тобой. Ну, и, как и Павел призывал, не делаться рабами ни человеков, ни их учений, ни Павлов, ни Аполлосов, ни Киевов, ни чьим. Не будьте рабами человеков. Уже в Коринфянам он там писал, ибо именно там эта тема тоже была очень острой. Вот, разделение, вечных разделений. Так что я призываю всех тоже. Кстати, поэтому хэштег «Свобода во Христе» мне очень близкий. Ну, или подлиннее такое христианство вне конфессии. Ну, тоже он как бы правильный. Правильный. Просто вне конфессии, это коротко. А так просто понятно. А у кого какие есть мысли, пишите в комментариях или в личку мне, какие могут, может быть, еще такие яркие, лозунговые, тезисные какие-то теги могут подойти под эту тему. Вот. И вот распространяйте тоже все, что можете, чтобы спасти хоть кого-то в этой жизни. Ибо дни лукавы. И Господь сказал, что день тот и для каждого. А может, и для всего человечества придет как вору ночью. То есть, внезапно. Ну, вот так вот я хотел сказать, вроде бы. Все мои адреса канальчиков у вас наверху. Все мои контакты для связи тоже на экране. У вас мой сайт «Христалюк» посетите. Подписывайтесь на канальчик, смотрите ролики, какие вам интересны. Делитесь с друзьями. Ставьте лайк, если ролик вам понравился. Ну, а я всех вас нежно целую, крепко обнимаю. И до встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok